Всем добрый вечер, меня зовут Станислав. Сегодня на своем канале коллекционирования инвестиций в антиквариат я хочу рассмотреть серию марок 1940 года, воссоединение Западной Украины и УССР, и воссоединение Западной Беларуси и Белорусской ССР. Марки чистые, со следами наклейки. Вот, пожалуйста, серия из пяти марок. Описание. Серия 1940 года из пяти почтовых марок посвящена присоединению к территории СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. Это решение было следствием подписания пакта Молотова и Риббентропа и начала Второй мировой войны. Законы о включении Западной Украины в состав Союза СССР с воссоединением ее с Украиной СССР и о включении Западной Белоруссии в состав Союза СССР с воссоединением ее с Белорусской СССР были приняты в начале ноября 1939 года. На марках серии изображены воины Красной Армии и мирные жители. Встречаются марки с пропуском перфорации. Серия в обращении с 1 апреля 1940 года. Печать в фототипе, тип перфорации линейная, зубцовка 12 на 2, художник Дубасов и Поманский. Номинал. Первая марка. Номинал 10 копеек карминная. Вот эта марочка. Вот 10 копеек. Цвет карминный. Почтовая марка из выпуска, посвященного воссоединению Западной Украины с УССР, Западной Белоруссии с БССР. На марке изображен советский солдат с ребенком на руках. Известны разновидности марки по перфорации. Пропуск перфорации сверху. Пропуск перфорации справа. Тираж 500 тысяч штук. Номинал 30 копеек. Зеленые. Почтовая марка из выпуска, посвященного воссоединению Западной Украины с УССР и Западной Белоруссии с БССР. На марке изображена встреча бойцов в Красной Армии. Известны родновидности марки по перфорации. Пропуск перфорации снизу. Пропуск перфорации слева. Горизонтальная пара с пропуском перфорации между марками. Тираж 500 тысяч штук. Третья марка. Номинал 50 копеек. Черно-серая. Почтовая марка из выпуска посвящена воссоединению Западной Украины с УССР и Западной Белоруссии с БССР. На марке изображена раздача газет. Известны разновидности марки по перфорации. Пропуск перфорации сверху. Пропуск перфорации справа. Пропуск перфорации слева. Тираж 500 тысяч штук. Номинал 60 копеек. Темно-синяя. Почтовая марка из выпуска посвящена воссоединению Западной Украины с УССР и Западной Белоруссии с БССР. На марке изображена раздача газет советскими войнами. Известны разновидности марки по перфорации. Пропуск перфорации сверху. Пропуск перфорации справа. Горизонтальная пара с пропуском перфорации между марками. 300 тысяч штук. И пятая марка номинал 1 рубль коричнево-красная. Почтовая марка из выпуска посвящена воссоединению Западной Украины с УССР и Западной Белоруссии с БССР. На марке изображена встреча танковой колонны. Известны разновидности марки по перфорации. Пропуск перфорации снизу. Пропуск перфорации слева. Тираж 200 тысяч штук. Средняя стоимость на аукционах Украины этой серии в состоянии чистой со следами наклейки от 400 гривен до 500 гривен. Моя резервная стоимость 390 гривен. Состояние. Показываю состояние ближе. Вот клей. Сейчас славлю. Ага, вот клей. И вот еле видно след наклейки. Так же сам вот клей. И вот есть незначительный след наклейки. 50 копеек номинала. Так же клей. Здесь тоже еле-еле видно. След наклейки. 60 копеек номинал. Так же вот клей. И след наклейки. Вот видно след наклейки. И номинал 1 рубль. Так же. Так, ну здесь. Тоже еле-еле вот виден след наклейки. В конце видео я дам ссылки на обзоры марок СССР. Тоже там, ну, на интересные обзоры. Если понравилось видео, ставьте лайк, пожалуйста. И подписывайтесь на мой канал. Всем удачи торгов на моих аукционах. Спасибо за внимание. До новых встреч.